Масок у меня очень много, и я переживаю, что не успею всеми попользоваться. Вот сегодня, перебирая свою полочку в ванной комнате, обнаружила, что у меня еще есть вот эта маска Sain, осветляющая с оксидом, цинка и витаминами разными. Моя насущная проблема этим летом – пигментные пятна, которые вражески вылазят на кожу, несмотря на самый высокий SPF, и вообще весь контроль за этим процессом я соблюдаю, но тем не менее. И, естественно, это пятна пост-акне, потому что не нужно ничего выдавливать, а я, когда попадаю под зеркало с хорошим освещением, вижу слишком много недостатков, которые я хочу убрать. И да, я уже услышала такое мнение, что это связано с кукухой. Психологический момент, когда срочно хочется избавиться от какого-то недостатка – это где-то на подсознании. Нужно копать глубже, разбираться с собой. Но пока силы воли не хватает. Если я вижу забившуюся пору жирком, и при освещении я вижу, как эта пора задыхается, я обязательно что-то сделаю, чтобы извлечь этот жир из-под кожи. Нельзя так делать. Очень важно все косметические продукты, маски и какие-то пилинги выдерживать ровно столько времени, сколько требует производитель на упаковке. Эти цифры здесь не от балды взяты. То есть проводились какие-то исследования, люди пробовали, тестировали и сделали вывод, что дольше держать это средство на лице не стоит. Вот, поэтому уже 15 минут прошло. Хочу смыть маску. Вы знаете, я пришла к выводу, что я задолбалась, говорю как есть, смывать кремовые маски, глиняные маски пальцами. Это ужасно долго. Я трачу свои силы, драгоценное время, и вода утекает просто, блин, литрами. Поэтому я решила все-таки достать своего помощника, это новенькая губка Reflame. И с помощью этой губки я буду теперь смывать свои маски и не мучиться. Она у меня лежала, ждала лучшего подходящего момента. Этот момент настал. Я устала работать пальцами, возить по лицу. Она такая мягкая, жесткая, никакого запаха нет. Я ее сейчас смочу и посмотрим, насколько быстро будет удаляться эта маска. Я делала кремовую маску Seine. Она довольно такая, не то чтобы жирненькая, но вот такой, знаете, типичный крем. Ну вот, видите, это гораздо быстрее, чем обходиться только пальцами. Сейчас я смою маску и вернусь к вам. Чем толще был слой маски, вот именно в тех местах она схватилась крепче всего. Ну, вы знаете, руками я бы справлялась на минут 5-7 дольше. Все-таки с губкой такой процесс в разы быстрее. И я стараюсь не сильно прям так нажимать, потому что кожа у меня все-таки склонна к воспалениям. Нужно вообще аккуратно относиться ко всем абразивам. Именно по этой причине я полностью отказалась от использования скраба жесткого. Перешла на пилинги и на энзимные маски. Маски энзимные работают по принципу скраба. Они отшелушивают мёртвые клетки просто мягче и, наверное, медленнее. Зато для кожи безопаснее, что нет никаких царапающих механических движений. Ну что, скажу. После этой маски тон кожа слегка побелел, но постакне залегают очень глубоко, поэтому мне нужно идти к косметологу, делать пилинги срединные и ещё неодин. То есть курсом обязательно. Ну и вот и всё. Я сэкономила, блин, явно гораздо больше воды, чем умывалась бы просто пальцами. Так что всё супер. Вот эта губка forever для глиняных и для кремовых масок просто must have. Теперь я не буду заморачиваться над тем, как удавить маску с лица, которая въедается в кожу. После использования губки я её ещё хочу постирать. Это хозяйственное мыло. Я её так хорошо намылила этим мылом хозяйственным. Сейчас простерну и обработаю антисептиком, чтобы в следующий раз она не разносила инфекцию по лицу, и чтобы бактерии здесь ни в коем случае не задерживались. Если такие были у меня на коже, всё-таки она слегка отшелушивает клеточки, поэтому сейчас я буду предпринимать все меры, чтобы избежать негативных последствий.